Перебравшись с улицы под крышу легкоатлетического манежа, ходоки не сбавляют соревновательного темпа. Различные мероприятия республиканского масштаба проводятся практически каждую неделю. Не стали исключением и нынешние выходные. В традиционных соревнованиях по спортивной ходьбе на призы олимпийской чемпионки Елены Лошмановой приняли участие более 200 спортсменов из Саранской районов Мордовии. Слова напутствия произносит сама Елена Лошманова. Не так давно на заре своей спортивной карьеры она сама принимала участие в турнирах на призы прославленных мордовских ходоков Ирины Станкина и Евгения Маскинского. И лишь надеялась в будущем повторить их достижения. Хотелось бы им пожелать, конечно, стараться, что касается технически, выполнить все задачи, чтобы судьи были к ним не строги. Потому что я надеюсь, что в этом году в конце концов уже команду нашу допустят на международные старты. И наши ребята уже с большим рвением, охотой, желанием хотят уже выступать на международных стартах. В соревнованиях на призы Елена Лошманова принимают участие взрослые спортсмены, молодёжь, юниоры и подростки. Дистанции от трёх тысяч до тысячи метров. Первыми выходят на старт взрослые спортсмены. Составу участников могут позавидовать самые крупные соревнования. Здесь призёр Олимпийских игр, мировых европейских чемпионатов, рекордсмены России. Они, конечно, привыкли наматывать гораздо большее количество километров до финиша, но и на дистанции три тысячи метров борьба развернулась нешуточная. Точнее, интрига держалась лишь первые несколько кругов. А затем Сергей Шарабоков решил не откладывать вопрос о чемпионстве в долгий ящик и начал наращивать темп. Поддержать его скорость не смог ни один из участников захода, в результате чего серебряный призёр нынешнего чемпионата мира финишировал в гордом одиночестве, показав лучший результат в абсолютном зачёте – 11 минут и 5 секунд. Роман Евстифеев второй, бронзу Алексея Кудашкина. Это был соревновательный момент. То есть, тут, ну как вы, наверное, видели, скорость была очень большая. То есть, можно сказать, на тренировках мы так очень редко ходим. Они знали, на что я способен, и некоторые пытались со мной пойти, но, как видите, к сожалению, не получилось у них. В заходе на три тысячи метров у девушек борьба за чемпионство получилась куда более напряжённой. Долгое время лидировавшая Екатерина Медведева в итоге даже не попала в тройку призёров. А победительницу Марию Пономарёву и серебряного призёра Клавдию Афанасьеву на финише разделила одна секунда. Результат чемпионки соревнований – 12 минут и 56 секунд. Эти соревнования не входили в наш план. Мы думали, у нас была бод-тренировка, нам сказали, вот за три дня только что бод-соревнования. Вела Катя Медведева, как обычно у нас всегда ведёт, и решила за 500 метров ускориться, и вот получилось выиграть. Вслед за метрами спортивной ходьбы на старт вышли самые юные участники соревнований. Каждый из них сделал важный вклад в общий результат своей команды. По итогам общего зачёта победительница соревнований на призы Елены Лошмановой стала сборная спортивной школы Олимпийского резерва по лёгкой атлетике. Второе место заняла команда «Лямберский дюж», бронзу – представители ордатовской ходьбы. Анастасия Мишкина, Александр Данилов. Наши новости.